Охоту на Феликса сразу же объявило ОГПУ. И дело было не только в буржуазном происхождении Юсупова, или его возможной помощи Белой Армии в годы Гражданской войны. Большевистское правительство давно искало пропавшую княжескую коллекцию, куда входили скрипка Страдивари, алмаз «Полярная звезда», колье Екатерины II, полотна Рембрандта, жемчужина Пеллегрина и фамильные бриллианты. На Лубянку попала информация, что Юсуповы не успели вывести в эмиграцию большую часть своих сокровищ, стоимость которых оценивалась в миллионы долларов. Эти деньги были очень нужны молодому советскому государству в трудные времена. Вернувшийся Феликс Юсупов мог сам привести чекистов к своему богатству. Свидетели утверждали, что видели Феликса Феликсовича в Архангельском, бывшем подмосковном имении князей. С 1919 года здесь разместился историко-художественный музей. Усадьбу сразу взяли под наблюдение. Появление здесь Феликса неудивительно. Архангельское не только его любимое жилище, но и колыбель семейной сокровищницы, которую начал собирать еще прапрадед Феликса, Екатериненский вельможа Николай Борисович Юсупов. Его жена, княгиня Татьяна Васильевна, очень любила украшения и положила начало знаменитой коллекции Юсуповых. Первым она приобрела алмаз «Полярная звезда», ранее принадлежавший французским королям, затем драгоценности королевы Неаполитанской Каролины и, наконец, легендарную жемчужину Пеллегрина. В XVII веке она принадлежала испанскому королю Филиппу IV, который подарил ее своей дочери Майи Торезии, первой супруге французского короля Людовика XIV. Во времена французской революции жемчужина затерялась, а позднее объявилась в Москве, где в 1826 году ее и купила Татьяна Юсупова. В начале XX века жемчужина Пеллегрина принадлежала матери Феликса, княгине Зинаиде Юсуповой, последней представительнице прославленной фамилии. Император даровал ее мужу и сыну право называться Юсуповыми, чтобы богатейший княжеский род не прервался. Баснословное состояние не принесло семье счастья. Десять поколений подряд у Юсуповых умирали почти все дети. По другой версии, Юсуповых проклял царевич Алексей, сын Петра I, отправленный на казнь. Печальная роль главы комиссии по расследованию дела об измене цесаревича выпала Григорию Юсупову, сыну принявшего крещение князя. Он был среди немногих особо приближенных Петру людей, кто подписал смертный приговор несчастному наследнику. В последнем поколении Юсуповых родилось трое детей. Сын Борис умер от скарлатины еще во младенчестве. Зато дочери Зинаида и Татьяна выросли здоровыми. Родители были счастливы, пока в 1878 году со старшей не случилось несчастье. Девушка совершала конную прогулку и поранила ногу. Рана показалась незначительной, но скоро поднялась температура, и вызванный в поместье доктор Боткин поставил безнадежный диагноз – заражение крови. Зинаида впала в беспамятство, и семья приготовилась к худшему. Но на этот раз случилось чудо – дочь выздоровела. Только Юсуповы поверили, что Рок наконец оставил их семью в покое, как от Тифа скончалась младшая дочь Татьяна. После этого случая ни Феликс с женой Ириной, ни их дочь и даже внучка не решились на второго ребенка. И только правнучка стала мамой двух дочерей. Ныне здравствующие потомки Феликса Юсупова надеются, что одиннадцатое поколение семьи освобождено от Рока. Тем более, что фамилию Юсуповы больше никто не носит. Пророчества царевича Алексея или Ногайское проклятие сбылись. Род по мужской линии прервался. Коллекцию Николая Борисовича Юсупова-старшего пополнил Николай Борисович Юсупов-младший – дед Феликса по матери. В коллекции появились скрипки Страдивари и Амати, восточные жемчуга и драгоценные кубки. В юности, лазая по чердакам и подвалам Большого дворца, Феликс то и дело находил забытые семейные ценности. В мемуарах он вспоминает, как случайно обнаружил северский фарфор Марии Антонетты и театральные декорации Пьетро Гонзага. Здешние тайники молодой князь знал, как никто, и сам мог спрятать сокровища на века. Накануне Октябрьской революции Феликс Юсупов успел еще раз приехать в дом на Мойке и забрать самые дорогие предметы коллекции. Вывезти в Крым семь сундуков с фамильными ценностями у Юсупова не было возможности, поэтому вместе с преданным слугой Григорием Бужинским он привез сокровища в Москву. В тот момент князь еще надеялся на благополучное разрешение ситуации и рассчитывал вскоре вернуться за своими ценностями. Поэтому если Юсупов действительно приезжал в Советы в 1924 году, то именно в Москву, в свой дом в Большом Харитониевском переулке. Свой московский дом Юсуповы не любили и подолгу в нем никогда не жили. Когда отца Феликса назначили московским генерал-губернатором, семья заняла флигель, связанный с основным зданием – Зимним садом. Сам же дом использовался только для балов и приемов. Приезжал ли Феликс Юсупов в Москву в 1924, так и осталось вопросом. Возможно, слухи о его возвращении подкрепил рассказ Михаила Булгакова «Ханский огонь». Его напечатали как раз в начале 1924 года. Главный герой, князь Тугайбек, был явно списан с Феликса. По сюжету князь инкогнито вернулся в свою бывшую усадьбу. Старый слуга узнал хозяина и пустил в опечатанный новой властью кабинет за документами. Финал рассказа драматичный. Со словами «Ничего уже не вернется». Выдуманный князь сжег усадьбу и исчез во тьме. Настоящее Архангельское было в целости и сохранности, но тем не менее отделить правду от вымысла смогли не все. Напряженная обстановка в столице, слежка и слухи сделали свое дело и в возвращение Феликса поверили. Находка заставила правительство создать комиссию для обследования московских дворцов Юсуповых. Две недели члены комиссии осматривали каждый уголок от чердака до подвала. Удалось отыскать 15 потайных мест, нашли кладовые под лестницами, несгораемые шкафы и камеры, вмонтированные в стены. Некоторые кладовые были снабжены специальными подъемными и раздвижными механизмами. Но к разочарованию госкомиссии все остальные московские тайники были пусты. Почти на 60 лет полярная звезда пропал из поля зрения. Однако в 1980 году алмаз, когда-то принадлежавший Юсуповым, был продан на аукционе за 5 миллионов 86 тысяч 705 долларов. Дальнейшая его история туманна. Советы в долгу не остались. После того, как Юсупов продал ожерелье Екатерины Второй из 42 черных жемчужин, пролетерская пресса тут же откликнулась. Ожерелье является собственностью бывшей царицы. А поскольку царское имущество национализировано, то и жемчуга принадлежат советскому государству. На родине князю присвоили новый титул – вор, торгующий сокровищами, украденными из музеев СССР. Правда, сокровища эти ни одного дня в советских музеях не находились. Но это было уже неважно. Но к неожиданности Феликса дело в суде было проиграно. Большевики заявляли, что декретом от 22 ноября 1919 года советское правительство силой своих полномочий конфисковало все имущество эмигрировавших. И немецкие власти не вправе вмешиваться. Из Берлина князь уехал, потеряв последнюю надежду на возврат своего российского имущества. Тем временем ситуация с деньгами у Юсуповых становилась все хуже. Дефлегендарную драгоценность от волнения француз лишился дара речи. Грушевидная жемчужина весом почти 56 карат считалась самой крупной в мире. Сметлевый ювелир тут же купил пелегрину. А через некоторое время бесценная реликвия была продана на аукционе Кристи в Женеве за 2 миллиона 780 тысяч франков. Разумеется, самому Юсупову заплатили гораздо меньше, но все же весьма приличную сумму. Эти деньги он быстро истратил и доживал на средства старого слуги Гриши. Внучка Феликса Юсупова Ксения приезжала в Петербург на церемонию захоронения останков императорской семьи. Потомки старых русских аристократов шли за царскими гробами по улицам Петербурга. Это было то самое официальное прощание с империей, которое не состоялось 70 годами ранее. Феликс Юсупов не дожил до этого момента и умер в 1967 году в Париже гражданином давно не существующей Российской империи. Принять французское подданство он отказался. Принять французское подданство